Теорема о максимальном потоке и минимальном озрите. Алгоритм Форда-Фолкерсона. Это одна из важнейших в комбинатной теоремы. Форда-Фолкерсона. Алгоритм Форда-Фолкерсона. Поиска максимального потока. Теорема, которую мы сейчас докажем, звучит совершенно замечательным образом. Максимальный поток равен минимальному разрезу. Есть целый класс коллег, которые все звучат так. Максимальное количество способов сделать то-то равно минимальному количеству способов сделать то-то. Или максимальная величина той-то величины равна минимальной величине той-то величины. Оказывается, что по большому счету все эти задачи сводятся друг к другу по замечательным образом. И чаще всего они решаются при помощи вот этой теоремы, которую я сейчас рассказываю. Сначала постановка задачи. Можно понять, что такое алгоритм, но если вообразить, что у нас есть какое-то огромное, не знаю, какое-то море, озеро. Какое-то совершенно бесконечное, огромное подоем, из которого течет водичка. Повторяю, ее может быть сколько угодно, потому что запасы воды абсолютно не ограничены. И у нас имеется какая-то, не знаю, там река, тоже какой-то неимоверной ширины, куда все это попадает. Значит, это будет называться исток, источник. Это, естественно, будет называться исток. А здесь, а здесь есть какая-то система трубок. Трубы, трубы, трубы. И они могут быть разного диаметра. Могут быть толстые, по которым много можно пройти. Могут быть совсем небольшие. В общем, так, на каждой трубе написана ее максимальная пропускная способность. Причем, что очень важно, в этой задаче пропускная способность необязательно симметрична. То есть запросто может быть так, чтобы в какой-нибудь трубе разрешено только в одну сторону. А стоит какой-нибудь там, не знаю, клапан, который не пускает воду в обратную сторону. Пожалуйста, может быть, в обе стороны. В общем, важно, что у нас есть вершина номер 0, из которой у нас вытекает. У нас есть вершина номер N, в которую втекает. И здесь для любых двух вершин у нас есть некоторая пропускная способность. Давайте ее обозначим АМКТ. Значит, из вершины номер N в вершину номер K может идти не больше, чем вот столько жидкостей. Какое условие на эти числа АМКТ? Очень просто. Число АМКТ не отрицательное. То есть, да, еще, естественно, что никаких там отрицательных жидкостей не бывает. То есть мы должны пустить по каждому ребру некоторое количество жидкости, которое будет у нас называться ХМКТ. И, разумеется, число ХМС должно быть не отрицательным. И, разумеется, оно должно быть не больше, чем АМКТ. То есть у нас на каждом ребре написано... Кстати, если там написано 0, то, по сути, означает, что это ребра нет. Просто, что из этой вершины в эту просто нельзя вообще... Так вот. Значит, написаны какие-то не отрицательные числа. Требуется найти систему чисел Х, которые дают сколько будет жидкостей. Какая наша цель? Цель очень простая. Максимизировать следующую величину. Сколько вытекает из источника в... Вообще, в сети. То есть, смотрите, из источника у нас, может быть, труба напрямую в сток, а может быть, еще куда-то, еще куда-то, еще куда-то. Понятно, что общее количество воды, которое поступает в систему, это и есть в точности вот такая сумма. То есть, наша цель максимизировать такую сумму. Пока все понятно? Теперь вопрос, любыми ли могут быть эти числа? Потому что, как я сейчас сказал, ну, понятно, как надо по каждому ребру пустить соответствующую Ашку и все, да? И после этого найти чему-то наизуку. Нет, конечно. Нужно, чтобы выполнялось условие неразрывности потока. А это что такое? Это означает, что в любой промежуточной вершине... Закон Киргофа? Конечно. Оно же называется правило Киргофа в электричестве. Дима будет столько... Сколько втекает, столько и вытекает. Потому что у нас здесь нет никаких там емкостей. Понятно, да? Да. Как это записать в форму? Очень просто. Очень просто. Смотрите. Для любого числа К из множества чисел от 1 до n-1, смотрите, какое условие должно выполняться. Сумма втекающих... Что такое втекающих? Это вот такая. Равна сумме вытекающих. Так, теперь смотрим. Втекающие. Откуда вообще можно втекать? Втекать можно из любой точки от 0 до n-1. Мы считаем, что из n до точки ничего не втекает. Да, и разумеется, x, когда оба индекса равны, то есть имеется 0, да? Просто по смыслу. И здесь то же самое. Здесь сумма берется по всем от 1 до n. То есть все, что вытекает из точки номер К, в сумме это ровно то же самое, что втекает в точку номер К. Замечаете, это должно выполняться n-1 такое уравнение. Совершенно естественно. Ровно как в электричестве. Сколько втекает, сколько вытекает. Замечательно. Кстати, господа, обратите внимание. Очевидно, что если вы напишете вам тот закон во всех точках, и все это просуммируете, то у вас каждая величина, которая идет, она один раз будет с одной стороны равенства, когда вытекающая, а другой раз будет с другой, как втекающая. И поэтому все промежуточные ребра уничтожаются, и останется такая теорема, что сумма того, что выходит из нуля, равна сумме того, что входит в ребра. Но это вообще-то, ну как, очевидная теорема, что если у вас есть любая система труб, в которой нет никаких протечек, то сколько туда в арде поступило, столько и будет. В общем, пока я ничего интересного не рассказал, правда? Пока вы не очень любите. Вот. А вот сейчас я скажу, господа, я сейчас объясняю, что такое разрез. Разрез. Это такое разбиение множества чисел от нуля до н на две части, на два не пересекающихся от множества, что? Ноль принадлежит первому, Н принадлежит второму, они не пересекаются, и при этом они в объединении дают наше множество. Я, правда, два разных слов, один из словами, другая с формулами. Вообще, ребята, надо просто разделить все вершины на два класса. При этом в одном из них должно быть число ноль, а в другом должно быть число н. А остальные вершины, ну, как-то, как-то выглядит. Повторяю. Разрез. Это произвольное разбиение вот такого типа. Какие-то вершины объявляем левыми, а какие-то вершины объявляем правыми. При этом моль обязательно левый, н обязательно правый. У нас есть два класса, а его, а его левый, б это правый класс, да? Ну, вот, про любую из вершин от единицы до н-1 мы просто принимаем произвольное решение. В левый два сверху включать, или в правый. То есть, всего разрезов два степени н-1 шлиф. Все понятно? Все понятно? Отлично. Так вот, а теперь внимание. Вот представьте себе граница Российской Федерации. Сидит, я уже не знаю, кто у нас сейчас ответственный за эту самую границу, и узнает. Сегодня через границу в Россию везли пять тонн сыра. Везли. Из России вывезли шесть килограммов сыра. записал. Завтра в Россию везли десять с половиной тонн сыра, вывезли три целых четыре десятых грамма сыра. Ну и так далее, да, и пограничник идет расчет. Вопрос. Способен ли этот пограничник ответить на вопрос такой, сколько, насколько больше стало сегодня сыра в России, или насколько меньше? Что ему для этого надо сделать? Ну, сколько начали, это он знает. Надо посмотреть, сколько кричит что? Туда. И дальше вычесть сколько туда. Очевидно? Очевидно. То есть, согласитесь, что это абсолютно понятная вещь, да? Если вас интересует поток, его не обязательно считать в этой вершине. Можно провести любой разрез и после этого со знаком плюс считать те ребра, которые идут слева направо, ну, те иксы, которые на эти крёбра, да? А со знаком минус что считать? Которые наоборот, да? Потому что так мы переходим, ну, как бы, возвращаем, а так мы... Так, пока всё понятно? Значит, это количество воды, которая проходит по этой... Мы считаем, что вода как бы всё время идёт, и мы скорость, да, считаем литра в минуту, да? Вот, замечательно. количество это есть сколько прошло слева направо минус сколько вернулось. Теперь внимание. Давайте назовём максимальной пропускной способностью разреза следующую величину. Когда смотрим только на ребра, которые идут слева направо и складываем их пропускные способности. Понятно ли вам, что больше чем пропускная способность разреза пропустить он не может? Значит, повторяю, есть какие-то пути, которые ведут через разрез слева направо. Вот представьте себе, что мы их все посчитаем. Но у каждого есть своя пропускная способность. Понятно ли вам, что при любом потоке у вас больше чем вот столько не провезёшь? Потому что через эту границу больше не проходит. Возвращайтесь мысленно понятно, да? Вот. Больше чем больше чем столько не провезёшь. Значит, как бы мы не провели разрез, если мы посчитаем сумму пропускных способностей, которые идут слева направо, мы получаем некоторую оценку сверху. Ну, например, если мы проведём вот такой разрез, то получается, что никакой поток не больше, чем сумма всех труб, ведущих из точки ноль. Если мы проведём вот так вот разрез, то есть точка н направо, а все стали налево, то получаем, что никакой поток не больше, чем сумма пропускных способностей. Ну и более хитрые какие-то другие разрезы могут быть. Вообще как может быть устроен граф? Что из точки ноль много-много-много труб выходит, и всё хорошо, потом одна какая-то хиленькая жигненькая трубка, а потом опять есть много-много труб в точке плея. Тогда как бы важна вот эта труба, понимаете, да? Совсем понимаете? Отлично. Ребят, ну всё, я простые вещи объяснил, а теперь я расскажу вам, как можно искать пропускную способность любой цепи. Между прочим, обратите внимание, тот алгоритм, который я вам сейчас расскажу, на самом деле является вполне себе рабочим программистским алгоритмом. Вы чаще всего даже и не замечаете, что вы им пользуетесь. Дело в том, что вообще вот эта вот задача заставит какое-то оборудование работать максимально быстро. У вас есть там какие-то там штуки, которые надо нагрузить, она встречается, и встречается чаще не в внутренних задачах, что называется, а внутри техники. И там где-то внутри вполне себе это все работает. То есть у программиста это на самом деле одна из вполне себе житейских ситуаций, да, вот найти максимальный поток через какую-то там сеть. Замечательно. Итак, начинаю рассказывать алгоритм. Будет сейчас совсем все просто, совсем все на интуитивном уровне, но результат получится красивым. Вначале что у нас есть? У нас есть источник, и у нас есть стопы. И трубы спорпускные способности. Разумеется, вначале разумно написать, что по всем трубам пускает любой поток. Просто на всех трубах написать надо. Почему это хорошо? Потому что условие неразмерности потока будет в каждую внутреннюю вершину ноль втекает. Сколько же втекает? Совершенно понятно, да, начало интуиции. В каждую вершину втекает сколько же сколько втекает? Победа? Победа. Отлично. А вот теперь надо каким-то способом увеличивать эту самую увеличивать пропускную способность. Увеличивать это делается это так. Разумеется, увеличивать начнем отсюда. Потому что, извините, там же непонятно, что будет, а вот отсюда надо начинать. Мы на каждом из этих ребер, выходящих из этой точки, не на дальней, а на выходящих, напишем максимальное количество, сколько по этому ребру можно вести. Ну, проще ли я его пропускную способность. И напишем здесь так. Плюс, а дальше соответствующая личина. Там, плюс, а дальше соответствующая личина. Дальше. На каждом, на каждом решении, до которой мы дошли, опять из нее какие-то лёгки выходят. И на них мы опять напишем плюс и здесь соответствующая личина. Так вот, ребята, если нам когда-нибудь удастся дойти до 100 этим самым плюсиком, знаете, что мы тогда сможем сразу сделать? Если у нас есть какая-то цепь, которая дошла от источника до 100, мы проходим по этим плюсикам и берем наименьшую из величин, которые там написаны. Понятно, почему наименьшую? Называется самое узкое место, да? Взяли наименьшую величину и после этого на всех этих ребрах ровно настолько, что увеличили этот самый поток. Отлично. Общий поток увеличился, а в каждую вершину у нас входы и их столько же выходят. Условия неразрывности опять выполнены. Только вот одна неприятность. Представьте себе, что у нас было так, источник, сток, а дальше трубы пропускной способности один. Скажите, пожалуйста, какой очевидно максимальный поток можно пустить? единицы или нет, не единицы, больше два, Почему? Потому что можно пустить один, один, один и один. Отлично. А представьте себе, что мы, обрадовавшись, вначале, что дошли по плюсикам, дошли по плюсикам не так, а дошли по плюсикам в следующую способу. Забава. Один, один, один. неразрывный поток, вышли отсюда один, один, один. А как его теперь улучшать? По нашему алгоритму надо ставить сюда плюсик, и после этого уже никуда не идти, потому что здесь уже вопрос занят. Вот ставь сюда плюсик, куда дальше будешь ставить плюсик? Некуда. Ребята, вот в этом и есть вся суть алгоритма Форда Фоккерсона. Недостаточно ставить плюсики. Надо ставить и минусики тоже. И только после того, как мы проставим плюсики и минусики, после этого у нас все получится. Рассказывай. Вот в этой ситуации надо действительно подставить здесь плюсик, ну плюс один потому что 16, сон и 17, да? А вот на этом ребре надо поставить минус один в знак того, что мы можем на этом ребре при желании на единицу уменьшить количество того, что по нему едет. Соответственно, после этого здесь будет написано плюс один. И у нас получится, смотрите, какая типочка. Плюс один здесь будет написано минус один, здесь будет написано плюс один. И когда мы с вами здесь увеличим на единицу, здесь уменьшим на единицу, проще перевести здесь ничего нибудь где-либо, а здесь увеличим на единицу, то получим ту самую котельку один-один, один-один, а здесь на один. теперь рассказываю, как это все выглядит в общем и в общем. Значит, господа, на каждом ребре, в любой момент времени у нас есть пропускная способность. Пропускная способность это что такое? Это А, АМКТ. Согласны? И у нас есть то, сколько по нему в этот момент везут, а именно ХМКТ. Так вот, господа, на каждом ребре, если АМКТ больше, чем ХМКТ, то мы пишем с плюсом вот такую величину. Если я, наверное, амлю, то мы ничего не пишем, потому что это называется вереврофорозозабежным. Там написано ХМКТ. Спасибо. ХМКТ. То есть на каждом ребре мы пишем сколько по нему еще можно везти. Сколько воды по нему еще можно идти. И еще, кроме этого, пишем минусики. А именно на том же самом ребре рядышком. Если ХМКТ больше нуля, то пишем такое выражение. Это значит, сколько максимум по нему можно не везти. Насколько можно уменьшить. И вот дальше совершенно замечательная картинка. давайте я ее вам нарисую. Надеюсь, что вы ее уже и сами помните. Картинка такая. Если у нас есть и сток, и у нас есть сток, и есть какие-то плюсики и минусики, давайте я нарисую вот так. Плюс, 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 минус, плюс, плюс, минус, опять, минус, плюс, плюс, минус и плюс, то если я на одну и ту же величину везде те плюс увеличу, а везде те минус ровно на ту же самую величину уменьшу, то, сколько везут, то условие неразрывности потока сохранится. Поняли почему? Потому что вот в этой вершине, смотрите, мы стали везти больше, мы увезли ее ровно на сколько же больше. В этой вершине забавно. Мы стали здесь везти больше, а здесь ровно на сколько же меньше. В результате условия неразрывности выполнены. Здесь меньше стали везти, а здесь ровно на сколько же больше. Так по всем вершинам выполнится условие неразрывности потока. А это и значит, что нам удалось общий поток увеличить. Значит, если мы сумели от истока добраться до стока по такой цепи, то в таком случае у нас все великолепно. У нас все совершенно замечательно и удалось увеличить. Значит, господа, а дальше простая вещь. То есть алгоритм Форлова-Кутерсона. Запускаем, увеличить минусы составляем, дошли от стока до стока, увеличили, заново запускаем обстановку увеличить минусы, еще увеличили, еще увеличили, еще увеличили. В какой-то момент что произойдет? В какой-то момент дальше увеличить не смогут, правильно? Ну, если честно, я сейчас обманываю. Потому что если числа целые, в какой-то способности, то все действительно так. Если же там произвольные или честные числа, то на самом деле нужно некоторое еще объяснение, почему действительно мы обязательно так все произойдет. Ну, а можно я на эту тему сейчас помолчу? Представьте себе, что в некий момент нам не удалось дойти по плюсикам и минусикам от истока в сток. Давайте посмотрим, что в этот момент у нас будет. Посмотрите, я начал ставить плюсики. Ну, сколько смог поставить? Потом ставлю минусики, сколько смог поставить. Ставлю плюсики, ставлю минусики и так далее. Если я не дошел до стока, это реально означает, что возникло некоторое множество, до которым я дошел. И все остальное. Согласны? Так вот, то, до чего я дошел, давайте будем обозначать А. А все остальное, соответственно, Б. Что у меня получилось? Помните, здесь было определение разреза? Разрез у меня получился. Что означает, что я не могу пробиться из множества А в множество Б? Вот смотрите, ребро, которое ведет из А в Б. Почему я на нем не могу поставить плюсик? Потому что оно полностью загружено. Вы же помните принципы, в каком случае я не имею права ставить плюсик. Если вот эти числа равны. Значит, все ребра из А в Б что? Полностью загружены. Отлично. А почему я здесь несчастный минусик поставить не могу? Казалось, поставь минусик. Потому что по этому ребру ничего не везут. Итак, мы получили, смотрите, какую штуку. Мы получили разрез. Если в какой-то момент алгоритм Форда-Фулкерсона срабатывает и не может больше дойти до стока. Ну, как бы это произойдет, потому что невозможно бесконечную гречную способность. То это будет означать, что все ребра здесь полностью нагружены. А все ребра в обратную сторону, что? Никак не нагружены. Ребята, это означает, что сколько у нас идет жидкости, это в точности пропускная способность. А теперь посмотрите, пожалуйста, на эту теорему. Помните, я сегодня вам обещал, что максимальный поток чему равен? Минимальному разрезу. Ну, теперь вы понимаете, что такое минимальный разрез. У каждого разреза есть его пропускная способность. Надо из всех разрезов взять тот, который самый-самый маленький. Понятно, да? Вот. Итак, максимальный поток равен минимальному разрезу. Я не только что доказал. Потому что я построил поток и разрез такой, что поток идет по всем левым слева направо. Максимально сколько можно, да? Соответственно, АНК отравняется ХНК. И наоборот, не идет справа налево никак. Значит, теорему Форза-Фортерсона о максимальном потоке и минимальном разрезе я действительно полностью доказал.